доброго времени суток мальчики и девочки это научно-юмористическое шоу аэрография и сегодня я буду обсирать обзирать сегодня буду делать обзор вот этих товарищ привыкших у меня же самой германии от компании harder and steam back аэрографы серия ультра самая начальная самая бюджетная серия аэрографов из германии собственно состоит она из трех вариаций вариации комплектации это ультра ультра аэрограф с верхним бачком с оплом 0,2 миллиметра в таком пластиковом кейсе собственно из каких-либо дополнительных вещей в нем просто аэрограф выходит в одно более серьезно такая коробочка уже одинаковая упаковка с evolution идет в ней собственно тот же аэрограф ульта только уже с дополнительным бачком и полным комплектом игла со полувоздушной головой 0,4 миллиметра здесь получается 0,2-0,4 третий вариант это ультра х несмотря на название не такой же плохой вариант для многих задач даже будет более удобный аэрограф с нижней подачей но собственно х заключается здесь в том что емкостей каких-либо в комплекте нет у них нету вот и здесь уже либо у вас должна быть наручная смекалка и заготовленные старые какие-то баночки например как у нее лежит и вата дикмалов она подходит точно такой же разъем не выпадает держится хорошо либо можно взять тут фирменную от хардера такую с кривым с кривым с таким втыкающимся втыклой с кривой в общем заговорился я что-то давайте-ка заново сейчас эту херню переснимем или не будем в общем эта штука стоит денег на самом деле как бы ее можно купить если позволяет бюджет каждый аэрограф комплектуется вот таким вот цветным литературным изданием здесь в том числе есть русский язык картинки на русском языке тоже понятны и для того чтобы было сразу легко сориентироваться что можно и чего не стоит делать с вашим новым аэрографом очень рекомендую новичкам варианты комплектации показываю ближе ультра просто аэрограф ничего лишнего в общем такая вот достаточно приличная упаковка кейс может как подарок на даже использовать в такой же упаковке это ультра x или как говорят образованные люди ультра х здесь совсем ничего лишнего даже нету емкости и вариант который оставляю сейчас себе для детального изучения это ультра два в одном здесь дополнительно 5 миллилитровая верхняя чашка такая и комплект 0 4 миллиметра игла с опловоздушной главы соответственно 0 2 установлена и 2 миллилитровая стандартная емкость значит чего лишили чего забрали где упростили чтобы сделать цену более интересной она два в три надо в четыре раза ниже чем старшие собратья серий графа ультра графа инфинити эволюшн что для себя отмечаю наверное как самая большая потеря это отсутствие как защиты защита иглы как отдельно детали здесь это вот такая воздушная голова целиковая она же защищает иглу от того чтобы воткнуть его работу вот в целом для новичков это полезно но для тех кто уже немножко освоился научился пользоваться конечно будет неудобно первых краску засохшие с иглы снимать быстро не получается во вторых если нужно куда-то точно попасть высокая точность тонкая работа лучше видеть иглу конечно здесь наверное можно попытаться что-то увеличивать вот отверстия три такие вырезы которые есть но не видно конечно ни хрена нет резьбы вместе крепления чашки не знаю сколько это критично вот возможно она не будет со временем вываливаться хотя собственно кто знает не совсем удобно триггер упрощен если помните на участника помнить на картинках кто видел из лукаута есть конечно более дорогие серии может быть уже знает ступеньки такие фирменные у хардера хотя чего рассказываю сейчас покажу вот evolution вот у него такой красивый триггер с этим ступеньками под форум пальца здесь просто такой круглый ничего ничего выдающегося также центральной части которая для хардера характерна и фирменный такой элемент вот например как на evolution при сборке-разборке очень удобно что она как крупная деталь вот и и здесь опять же нет здесь все стандартно есть на самом все как у всех игла 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 сопло да сейчас расскажу отдельно вот этот момент который очень положительный для этих аэрографов то что иглы сопла у них ставятся ровно те же что стоят на сериях evolution и infinity то есть это достаточно дорогие хорошие иглы и и на общем приятно с точь таком бюджетном бренде аэрографа иметь у них даже артикул один тоже тоже производитель скрывает это ровно те же игла и сопло что будут стоять на инфинити в этом плане сочувствую тем кто покупает такие дорогие аэрографы как инфинити и в общем то имеет те же элементы вот еще очень удобная штука на кстати самая центрирующаяся сопла без какой-либо резьбы есть их очень сложным при смене сломать кроме как куда-то попасть ими тыкнуть ткнуть как определяется размер сопла здесь есть такая риска 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 там есть вот в общем это 04 такая же риска есть на воздушной голове вот если и ближе покажу если у меня камера сфокусируется на ней вот такая полоска идет вокруг всего запла воздушной головы чего нет на 0 2 это соответственно как вы понимаете размер 0204 на других соплах там тоже есть эти рисочки сейчас я лишним беру и дальше разберу аэрограф ну дальше здесь на самом деле все традиционно достаточно кроме триггера триггер нетрадиционный для всех но в общем такой фирменный ну почти такой же как стоит на evolution триггер такой вот по-немецки так это их их фирменные штуки здесь очень удобно что не потеряется во первых упора вторых сборка тоже достаточно удобно когда упор либо отдельно это вообще маразм там дает у нас старых микронов такая была штука дорогущий аэрограф у него полы упор углы отдельно собирать очень долго и в общем когда он висит тоже на держатель иглы целится не совсем удобно в комплекте с каждым аэрографом также идет тут уже штуцер папа быстро быстро разъем соединение он подходит ко всем китайцам подходит ко всем стандартным там его там в общем для всего подходит на разъем быстро разъем разберем воздушный клапан воздушный клапан у нас что это рука держу с тефлоновой тепло на уплотнение здесь вот это на самом деле очень положительно потому что хоть и не стоит заливать совершенно не стоит заливать себе растворитель в воздушную часть это категорически против я этого вот но это случается и когда он стоит резина уплотнения то они разбухают и перекрывает воздух раньше старых поставках на хардерах тоже шли на простых ордера конечно на церах не нужно быть фоновая вот на простых шли тоже резиночки сейчас стараюсь у менять 2015 год на дворе поэтому всем кто покупает на вью в этом плане повезло здесь у нас под отвертку просто плоская отвертка достаточно длинная резьба не знаю сколько правильно нет эту резьбу можно вообще использовать для того чтобы делать мягче либо жестче ваш триггер на нажатие так дальше у нас чего вываливается оттуда все вываливается тут уже пошли резиночки вот но это чем-то за сложным просто поставить попал но все равно еще раз повторю не надо воздушную часть окунать в растворитель вот у нас наши тефлоновая при не прилипла ко мне тефлоновое колечко ну собственно корпус что еще можно выкрутить можно выкрутить плотники иглы но не буду этого делать потому что мне лень а он там есть тефлоновое я вам гарантирую там тоже под плоскую отвертку и все достаточно просто просто но не хочется уж извините вот интересный момент на всех ордера в том числе от серии ультра это по сути трансформера то есть их можно совмещать с любыми другими сериями там с evolution с инфинити из двух аэрограф можно собрать один ультра эволюшн там или как угодно это назвать но соответственно если очень хочется получить съемную защиту то можно использовать воздушную голову от эволюшена она будет работать я проверял хотя конечно стоит девушку денежку поэтому если тратить денежку то наверное лучше сразу здесь эволюшен там все-таки поудобнее при установке иглы обратно и она туда должна приходить без какого-либо затруднения соответственно если вы что-то сильно упирать скорее всего уже гнете своему прямо куда я сейчас проснет вот все она прошла но в общем если нужно приложить усилие чтобы загнать обратно то вероятнее всего вы ее сгибаете поэтому делать это не стоит все собрал сейчас я его включаю заливаю краску и при уже немножко другом ракурсе возвращаюсь залил простую черную краску немножко разбавил так красками давно стоит это вики тут самый простой черный не рекламирую краска хороший конечно мелкий очень помол с небольшой дозы растворителя но достаточно дорогая особенно учитывая курс на текущие поэтому что им попроще там тот же x-mix на самом деле достаточно близко по качеству он вполне подойдет соответственно краска вот черная перчатка для опять же для того чтобы серьезнее выглядеть и компрессор сейчас у меня большой четыре цилиндра китайских давление наверно около двух бар приходит атмосфер на аэрограф точно сказать не могу так не шланг длинный вот и соответственно потери давления не идет в компрессоре на думаешь какие-то ранее душечки шедевра творить не буду шедевра не творю я специалист технического плана покажу просто какие у нас ли не получаются и сможет ли он работает от маленького компрессора в целом для моделизма подойдет покажу поближе на счет у нас получается линии такие простые тоненькие имеются это это значит нас большой компресс сейчас я быстро переключусь маленький включить желательно исключение ну на самом деле это очень близкая модель к 211 там тоже немножко такая по посерьезнее подороже 10 литров в минуту с производительность я сейчас проверю возможно у меня просто батарейка на нем посажено совсем как-то плохо сейчас я воткну его розетку на вот так вот бывает на самом деле жизни практически решил компрессор будущее точнее рову будущего для тех кого маленький компрессор вот на самом деле все оказалось просто просто севшая батарейка как я уже говорил давно его не доставал включил сейчас розетку там где провод а тот же вот шланг ему маленький компрессор сейчас попробуем заново ну в целом можно рисовать нет разные линии получать немножко есть пунктируто если посмотреть вот это за счет того что у нас компрессор маловат что музыки и курьезы тут откуда сейчас буду менять на 0 4 сопла и соответственно смотреть чего получается с 04 так 04 ровно обратная последствия сначала компрессор маленький пробуем потом пробуем компрессор посерьезнее вот что вижу я покажу поближе эти варианты получились вижу я то что если рисовать тонкую линию то у нас получается пунктиру вот это в целом нормально для маленького компрессора все-таки сок уже 04 вот и лучше брать модель помощнее для него вот но с медленной проводкой вот на более на более толстых линии в принципе все нормально даже вот самая последняя такая уже заливка ну и широкая сейчас еще раз прямо густо пройду в принципе закрашивать поверхность можно вот ну и на большой компрессор да конечно что говорить брать более призыватель компрессор это однозначно рекомендуется здесь что тоненькое получается что потолще что еще потолще в общем компрессор нужен ну как можно надо 0 2 работать на маленьком на маленьком компрессоре на самом но на под 04 я уже рекомендовал все-таки брать что-то по существенным если вопрос цены не стоит и хочется именно немецкий аэрограф то конечно смотреть в сторону сразу evolution как минимум потому что все вот эти вот мелкие неудобства которые присутствуют на этой модели они дадут себе знать рано или поздно но так для большинства я думаю что вопрос денег он имеет значение немаловажное то я думаю что стоит обратить внимание очень серьезно на эту модель так это аэрограф полностью из германии собранный изготовлен там качество говорит об этом собственно подтверждает вот и в той же основе категории у нас кто есть у нас есть у нас есть тайванский там спармакс аэропро у нас есть тайванская китайская непонятная него для его там вот есть какие-то американцы типа батгеры там простые модели но и сложно достать сейчас на российском рынке особенно учитывая курс вот но и и что там еще есть там инкет но тоже конечно рядом не стоит поэтому рассматривать стоит покупать я думаю что нужно и брать и творить в общем успехов собственно в этом покупать наверно где удобно где знаете где проверено рекомендую обратить внимание на магазин авторная точка ру ребятам есть достаточно хорошее предложение с гарантией низкой цены на эти модели то бишь они уверены что продать дешевле всех если так то сделаю специальное предложение вот вам спасибо за внимание я надеюсь был полезен но собственно это все пока